МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великой Колумб Расположенный на восточном побережье Соединенных Штатов, этот город напоминает гигантский котел, в котором просто переплавлены всевозможные расы, нации, традиции и обычаи. Что ж, столица мира. Начнем знакомство. Приезжая в новый город, по традиции я должен выглядеть как местный житель. У меня в руках находится платье казахстанского бренда TNT, которое я попытаюсь обвинять на простой внешний вид нью-йоркского жителя. И за эти вопросы мы приехали к маленьким людям невысокого роста, которые знают все о купле-продаже. Мы в Чайна Тауне. Погнали! 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 А вы знаете, что Нью-Йорк был основан в начале 17 века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам. Теперь знаете. Ну а сейчас город состоит из пяти районов. Бронкс, Бруклин, Манхэттен, Куинс и Стеттен-Айленд. Визитная карточка Нью-Йорка, 5-я авеню. Здесь можно найти все, что угодно. Как говорится, от шляпочек до тапочек. Короче, Астанинский бульвар Нуржол, но только в Нью-Йорке. Одна из самых респектабельных и дорогих улиц в мире. Она делит Манхэттен на две части и является точкой отсчета для улиц города. Гуляя по этой улице, можно даже встретиться отечественников. И я случайно столкнулся с Канатом Бисикеевым, режиссером документальных фильмов. И решил узнать его мнение об этом городе. Я изначально был как фотограф, фото-журналист, а потом я переквалифицировался на режиссера и стал режиссером именно здесь, благодаря истории, которые я встречал в Нью-Йорке. Потому что здесь на каждом шагу история. Это большой город. Меня тянут большие города. В принципе, сейчас живу в Казахстане, но часто выбираюсь сюда, потому что я здесь учился и здесь прожил три года. Пока устраивает тот вариант, что я живу на два города. Да, потому что мне все равно все проекты сейчас, пока на ближайшие годы, они были связаны с Казахстаном. Уезжаю, вдохновляюсь, приезжаю, работаю, обратно возвращаюсь. То есть сейчас мир, в принципе, настолько свободный и сейчас нет границ. Просто нам кажется, что ты уехал, ты должен здесь оставаться, потому что другой возможности не будет. У меня немножко все по-другому. Многие приезжают, у них есть двоякое чувство, либо нравится ли Нью-Йорк, либо нет. Просто этот город не надо ожидать там что-то другого. Ну, он тебя примет, как ты к нему подстроишься, да? Он может и полгода не нравиться, но через год тебе может показаться совсем другим. То есть он каждый день меняется, он говорит, для тебя, для самого себя. То есть в один день ты обожаешь этот город, на следующий день он тебя пускает на землю и говорит, что дружище, то есть все очень не так просто в этом городе. Мне кажется так, это город для трудяк. Город действительно тех, кто любит трудиться. И, конечно, смотря на них, ты автоматически сам по себе просто воспитываешь себя. Это вообще одинокий город сам по себе. Тут очень много одиноких людей, тут очень много такого некого одиночества в хорошем плане. То есть ты можешь концентрироваться только на самом себе, на своей работе, на своих идеях, на своем развитии, да? И он движется, он быстро. То есть и ощущение, что ты движешься вместе с ним. Это самое прекрасное ощущение для меня, что ты движешься вместе с городом, который движется еще быстрее всего мира. Нью-Йорк и в самом деле очень быстрый город, где все спешат по своим делам. Я, например, спешу познакомиться с героем нашей программы. Вам уже интересно, кто он? Чуточку терпения, ведь мой путь к нему пролегает через остров свободы, Либерти. На этом острове расположена знаменитая статуя свободы, призванная служить приветствием для иммигрантов. Ну а я тем временем, наконец, встретился с нашим героем. Ну вот так вот получилось, значит, я приехал сюда, мне было 14 лет. До этого мои родители жили здесь, в Америке, а я жил в Чемкенте до 14 лет. Я был, жил у Ажеки, Аташки там. Ну, когда сюда приехал, поступил в школу, потом в колледж. И у меня такое, ну, значит, чувство было, у меня такое желание всегда было стать полицейским. Я не знаю, если помнишь, мы когда в детстве смотрели Крепкий Орешек, помнишь, он там бегает, там в аэропорту стреляет, всех, короче, спасает, ну, герой такой. Он еще был с Нью-Йорка тоже. И вот так получается, у меня тоже как бы так получилось, что я поступил в Академию. Академия была там 6 месяцев. И вот теперь уже работаю почти 4 года здесь. И здесь город возможностей. С кем ты хочешь стать, это возможно, как бы, знаешь, если твоя мечта есть, если есть у тебя цель, если ты будешь работать, это, ну, как бы, ты можешь этого добиться. Интересный случай, я скажу тебе, был, когда я только вышел с Академии. Нас было трое, мой напарник и наш, как бы, учитель тоже был. И вот недалеко отсюда, вот, мы, было ограбление. Пару пацанов ограбили, ну, пару одну. И, ну, с пистолетом. И мы их искали, искали, не нашли. И потом, после часа где-то, два часа, мы увидели два пацана, они зашли в одно здание. И они, как бы, знаешь, такие чуваки, знаешь, непонятные. Стоят там, что болтают, курят, знаешь, марихуану. И мы к ним подходим, типа, там, ватсап, знаешь. И когда он, короче, повернулся, я увидел пистолет у него в пиджаке. И они начали убегать от нас. И мы за ними погнались. И это зимой, знаешь, снег, лед везде. И мы все падаем, короче, они падают. Мы бежим по рации там за помощь, знаешь. Я за помощь позвал. И, короче, через две минуты здесь было три вертолета, знаешь, со светами, со всеми. И здесь было где-то 50 человек, наверное, ментов. Знаешь, вот так у нас работает. Когда ты за помощь, позвал, это, вызываешь помощь здесь, все приезжают, короче. И, короче, мы, я увидел пистолет, он поворачивается, я на него прыгаю, он падает, пистолет, короче, уходит, знаешь, где-то, где я и. И напарнику говорю, возьми пистолет, возьми, главный пистолет взять, понимаешь. И, короче, он тоже упал там. Я побежал, пистолет взял, кормон поставил. А он уже убежал, знаешь, когда я пока уже пистолет туда-сюда. А потом уже через пару дней мы его друга поймали, короче. И у него на телефоне там кто-то звонил, знаешь, только кличка там была одна. Я по кличке, знаешь, так думаю, ладно, узнаю, знаешь, и как расследовал, зашел на Фейсбук. И через Фейсбук, через там людей, знаешь, там, займал мне пару часов где-то, я нашел другого человека, кто вот убежал с оружием. И позвонил нашим инвестигаторам, там, ну, расследовали, кто ведет. И мы его уже взяли на следующую ночь, поймали. Ну, такой случай был. И за это нам дали медаль тоже там. Ну, за хорошую работу. Достойную работу. Ты только вступил вообще в ряды полицейских, ты сразу успешно... Да, это уже такой... Первый, второй месяц где-то было, знаешь. И вот такая реакция, знаешь, ужас была. Я думаю, вау, блин, это кино. Знаешь, я стою как бы в кайфе, потому что это как бы, знаешь, адреналин такой хороший. Думаешь, вау, как это так? Ну, эта работа такая, понимаешь. Каждый день ты не знаешь, что случится. Ну, надо быть очень аккуратным. Эта работа очень опасная, знаешь, здесь очень много людей умирают, знаешь. Работа нелегкая, конечно. И не на работе, и после работы тоже, знаешь, стресса очень много у людей. Нелегкая работа. Те, кто хочет стать полицейским, я бы сказал одну вещь, что если ты хочешь стать, надо быть очень аккуратным, знаешь. Так ты должен быть готов на все, знаешь, в любую секунду. На тебе, с каждой штучки хочется все подробовать. Можешь подробнее рассказать, что вот здесь есть? Да, ну вот, у меня лишь ключи от разных зданий, там, даже лифты есть ключи. Знаешь, если кто-то в лифте застрял, можно их позвать вниз. Это ключи для наручников. Здесь мои магазины, знаешь, для пистолета моего. Здесь моя рация. Здесь мой перец. Здесь электронный шок. Мой Глок здесь, конечно. И мои наручники. И фонарик еще. Да, и фонарик, да. Ну, это еще, знаешь, это бронежилет, да. Можно, ну, принять выстрел от пистолета и даже автоматов. Калашников. Да, да. Так вот. Ну, это еще, знаешь, это такой, знаешь, стандартный. А есть люди, которые еще больше ставят, знаешь, еще один пистолет поставить или еще что-то. Какой из них чаще всего применялся? Самая главная вещь, вот, честно сказать, самое главное, даже не пистолет, а вот рация. Рация – это самое главное. Если тебе нужна помощь или еще что-то, по рации ты сказал, и все там будут за пару минут. Я еду на следующей неделе в Казахстан. И, конечно, остановлюсь в Чемкенте и посмотрю на мой город, на всех родных. И буду очень рад, конечно. Волнуешься? Чуть-чуть волнуюсь, да. Почему не знаю? Знаешь, ты хочешь посмотреть на город, знаешь, так. Волнуюсь, да. Конечно, я схожу в мою школу первую. Схожу спасибо моей учительнице, знаешь, директору там всем. Это то ощущение. Там я уже, не знаю, лет семь, наверное, не было. Город изменился уже там. Все вот мне пишут, знаешь. Ну, все родные у меня там, у меня все братишки там, двоюродные. Тетя, бабушки, знаешь, все-все мои родные там. И, конечно, хочется их увидеть, знаешь. Время летит, у всех уже дети, люди стареют, знаешь. И хотелось бы посмотреть на это все, знаешь, на этот весь процесс жизни. Димаш отправился патрулировать улицы Нью-Йорка. А я инспектировать его парки. Точнее, один парк. Вы уже наверняка догадались, о чем идет речь. Центральный парк. Был не прихотев, а необходимость для огромного мегаполиса. Его строительство продолжалось 15 лет. И, несмотря на то, что выглядит он очень натуральным, знаете, практически все ландшафты созданы вручную. Тут есть несколько искусственных озер, множество аллей, два ледовых катка, зоопарк, уголки нетронутой дикой природы. И лужайки для спорта. Ну, а пока я гуляю в Центральном парке Нью-Йорка, который по площади больше, чем само княжество Монако, ты уже заходишь на сайт ppz.kz. Читаешь там условия конкурса и получаешь крутой подарок от программы «Наши люди» и «Азата Бекена». Ну, как говорят в Америке, good luck, bro! Средний Манхэттен, или, как говорят нью-йоркцы, Midtown, является деловым и торговым районом, в котором расположено значительное количество туристических достопримечательностей. Именно Манхэттен олицетворяет весь город, а часто и всю Америку. На этом небольшом острове можно провести целую неделю, но так и не увидеть многого, что здесь есть. Ритм жизни в этом энергичном городе вынуждает людей кушать прямо на ходу, поэтому и с фастфудом здесь и вовсе не возникает проблем. Популярная нью-йоркская пицца, которая спасает тысячи нью-йоркских людей во время ванча. Ее вы никогда ничем не перепутаете, потому что она толстая, поэтому и люди здесь добрые. Ну, боксом я начал заниматься еще в Казахстане, в Чимкенте. Занимался я у моего тренера Софи Люна Нурхали. Он, кстати, был олимпийским тренером в Казахстане, потом в Китае. И вот с него все началось. Мой отец любил бокс, он тоже занимался боксом в армии. И когда мне было где-то 4-5 лет, он мне отдал в бокс. И оттуда все поехало, короче. Когда потом уже папа переехал сюда, в США, я перешел в гимнастику. Начал заниматься гимнастикой, где-то 7-8 лет я занимался гимнастикой. А потом уже, как бы, я уже на другой уровень переступил, где мужской уровень, там, где, ну, такие трюки уже делаешь. Знаешь, все тяжело и как бы жестко, и очень опасно. Знаешь, можно ноги поломать, руки там, спину, там, знаешь. И просто такое ощущение было, что надо поменять спорт. И когда я сюда приехал, и опять-таки добрался в бокс. Сначала начал кикбоксингом заниматься здесь, тайским боксом. И потом уже перешел в бокс. Бокс здесь как шоу-бизнес, как интертеймент. Здесь очень большой, здесь уважаю всех боксеров. И вперед стал профессиональным боксером. Я был номер один по Нью-Йорку, по юношам. Потом по кикбоксингу я был чемпионом мира по юношам. И было желание и мечта попасть в Олимпиаду. Я поехал в Казахстан, чтобы попасть в Китайскую Олимпиаду. И с казахстанской сборной мы поехали в Китай. И я там тренировался пару месяцев, и, знаешь, чтобы попасть в сборную Казахстана и выступать за Казахстан. Но, к сожалению, у меня это не получилось, потому что в это же время, в этот год я уже получил американское гражданство. И когда я получил американское гражданство, мое казахстанское гражданство было, как бы, надо было назад отдать, и я не мог выступать за Казахстан. И как бы это меня толкнуло назад, и я думал, думал, что делать. И вот из-за этого я перешел в профи. А теперь в профи у меня 13 побед. Я сейчас в топ-20 сейчас в США. И вот мечтаю стать чемпионом мира, конечно. Через спорт, Головкин и многие другие боксеры тоже, которые сейчас поднимаются из Казахстана, поднимают на Казахстан, на другой высший уровень. И вот люди теперь знают, что такое Казахстан, понимаешь? И это очень приятно, и это уважение всем спортсменам, кто поднимает Казахстан. Мотивирует, брат? Конечно, мотивирует, да. Ну, и как бы я сам, самому мне хочется это сделать, понимаешь? Чтобы люди не знали, Казахстан только, знаешь, об Ураке, правильно? Казахстан у нас сильная страна, а Казахстан у нас есть нефть, у нас есть, знаешь, золото, даймондс. Просто это никто не знает. И все равно надо, как бы, знаешь, пиарить, знаешь, ну, через доброту, хорошие вещи, вот как спорт, например. Ну, у меня здесь тренирует мой отец, он здесь работает. Он мой главный тренер, и каждый день он отменяет свое время ко мне, и по два-три часа мы его здесь тренируемся. Ну, зал вообще начался строиться где-то шесть лет назад, и мой отец занимался строительством. И в планах такое было, ну, вот мы все построили, здесь такое у нас русское комьюнити, все русскоговорящие здесь приходят. И, как вы знаете, у нас русскоговорящие, они все СССР, и СССР были разные страны, правильно? И вот, как видите, у нас здесь разные флаги. Белоруссия, Украина, Россия, Казахстан. И вот, видишь, мы поставили первым флагом, чтобы сразу все видели. И американский флаг тоже рядом. Вот видите, здесь написано Джейкобс и Ариэс. Вы знаете, кто такой Джейкобс? Он дрался с Головкиным, конечно. И вот я выступал на Джейкобс-шоу, тоже мой бой был. И вот мы мат от того боя к себе в зал забрали, видите? И вот, примерно вот такой размер, профессиональный рим. Это мой бой, здесь один нокаут. С доминиканцами я дрался. Здесь я дрался с испанцем. Мы дрались в парке здесь, в арене здесь было 30 тысяч людей. И видишь, что он в нокауте. Это чемпион, двухградный чемпион, Пол и Малый Наджи, вы его знаете. Он сейчас комментирует по шоу-тайм. Это мой друг, он тоже мне помог в этом спорте. Это мой отец, Исман. Это мой второй тренер, Ахмал Закиров, он из Узбекистана. Мои друзья, Фредди Роуч, вы знаете, Фредди Роуч, я тренер Пакияо. И мои друзья здесь, мой братишка, моя девушка, мой друг Моурис и мой отец опять здесь. Только не уступи на него, братан, и остальное нахуй. Молодец. Спасибо, не братишка. Это круто было. Да, да. Ну вот, я еще как минимум неделю буду вспоминать нашего героя. Я его прочувствовал полностью. Поехал я домой. Димаш, рахмет большой. Спасибо, это было очень круто. Спасибо тебе огромное. Давай твори, цвети, и мы будем гордо сидеть в Казахстане и смотреть, что ты есть у нас. Да, это реакция, Димаш. Просевшись с Димашем, я отправляюсь дальше. И, конечно, я не мог не показать вам еще один символ Нью-Йорка. Мы на самом подвесном протяжном мосту мира, Бруклин-Бридж. Именно он соединяет Манхэттен и Бруклин. Несмотря на то, что Манхэттен гораздо больше и красивее, мост все равно называется Бруклинским. Этот ошеломляющий город является самым густонаселенным в США. Здесь проживает около 19 миллионов человек. Поэтому неудивительно, что он стал образцом мощи, гигантизма и размаха, сплетения культур и стилей. Разнообразие языков и архитектуры. Прогуливаясь по городу, понял, что повелитель этих джунглей и зданий Дональд Трамп в свое время был актером, шоуменом и телеведущим. Так что в этой стране у меня есть все шансы. Финансовый центр Нью-Йорка, Уолл-стрит. Курс доллара, девальвация, кредиты и ипотеки – все родом отсюда. Существует поверье, если потрогать БК за его драгоценные места, то деньги не будут понижаться. Настало время вашей любимой рубрики. Редактор субтитров Анатолия Прогуливается в Новоушене I also enjoy food from Central Asia and all of Asia very much, so I'm very much looking forward to trying some Kazakh specialties. Pardon me, I need to put on my glasses. Mmm! Mmm! It tastes like cheese to me. Narcule reminds me of olives. I like these. They would be very good with soft drinks or beer if you were at the beach. I love this because I think it's a great snack to carry around with you, if you get hungry, because you don't have to worry about refrigerating it. Это очень много сливочного цвета. Это очень нравится. С чисто сливочным цветом, сливочным цветом. Это немного сливочным, но сливочным цветом. И также, американские любые слова. Я люблю много сливочного цвета, и путь в Киевом в Нью-Йорке. И, когда я готов, если я послал, пока я просто попался в вверх. Это может быть стыдно загрязнительным. Действительно сливочным цветом. Ммм! 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 Ну, там же есть флори или что-то мягкое, что-то сливочное масло. И, естественно, это вкусно. Но я бы ехать это в маленькой кулке, даже на десерт. Я люблю это. Я люблю это. Я люблю это. Нумер один. Я люблю это. Это интересно. Я люблю это формирование. Это дое�. Вот, ну, это... Это красиво. Десерт. Я хочу, чтобы это было полезно. Я хочу, чтобы это было рецепт. Да, мы нужны рецепты. И я уже очень близко к Казахстану. Ну, один из этих дней, и, возможно, очень скоро, я планирую к Казахстану, благодаря всем моему Казахстану, в будущем и будущем. Я любила все эти вкусы, эти вкусы, которые вы дадите нам, но я хочу больше из ваших местных вещей. Я хочу туда. Мы не знаем ничего о Казахстане, что я здесь, в США, но я так рада и повреждена, что вы мне дадите возможность увидеть, что я всегда помню. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!